Интересно, что бы подумал швейцарский композитор и теоретик Эрнст Леви, если бы дожил до времён, когда негативная гармония, которую он изобрёл, ну, скажем так, вывел из природы, внезапно завирусилась в ТикТоке за счёт того, насколько угарно звучат негативные каверы известных песен. Математическая подоплёка у концепции негативной гармонии очень интересная, прям классная, любопытная Эрнст Леви красавчик, что он нашёл, вывёл, довёл до ума. Но, знаете, бывают изобретения, которые вроде бы гениальные и интересные, но в итоге они не меняют жизнь человека и человечества, не превращаются в батарейку, в интернет, в электрогитару, наконец. И поэтому мне негативную гармонию хочется и самому понять, и вам объяснить не через математические восторги, а путями, скажем так, эмпирическими. И в этой вот прикладной плоскости негативная гармония сплетает в себе две старые идеи, существовавшие задолго до неё. Идея отражения музыки, то есть было так, а сделаем как-то наоборот, в каком-то смысле. И вторая идея смены звукоряда, используемого в музыке. И чтобы понять, как они классно сплетаются в негативной гармонии, мы рассмотрим их сперва по отдельности. Есть такая фраза, что нот всего семь. В ответ на неё есть фраза «Не гони, нот двенадцать». Так вот, в октаве, да, двенадцать разных звуков, но мало какая нормально звучащая музыка использует в один момент времени все двенадцать этих звуков. Как правило, то, что мы считаем обычным человеческим музоном, песней в особенности, в один момент времени опирается на семь из этих двенадцати, использует их. И даже если не использует, всё равно подразумевает мы, слушая подразумеваемых. Мы настолько привыкли к этой радуге из семи цветов, к тому, что между голубым и фиолетовым будет синий, что нам даже не надо его видеть, чтобы понимать, что там какой-то оттенок синего. И вот эти семь звуков, выбранных из двенадцати, называются гаммой. Большинство слышали, что гамма есть минорная и мажорная. Вот есть мажорная весёленькая, светлая, и есть минорная потемнее, грустная. Они, каждая, используют семь звуков, выбранные из этих двенадцати, то есть есть своеобразный рецепт. Если мы берём из двенадцати звуков первый, третий, пятый, шестой, восьмой, десятый и двенадцатый, то получаем мажорную гамму. А если мы возьмём первый, третий, четвёртый, шестой, восьмой, девятый, одиннадцатый, то получаем минорную. Если мы соблюдаем этот рецепт, то мы можем от любой ноты построить, получить такое же звучание. То есть в данном случае октавой мы считали промежуток от до до до, и отсчитывали от ноты до. Можем взять от ноты фа до ноты фа. Соблюдаем рецепт и получаем точно такое же звучание мажорной гаммы и минорной гаммы. Обе эти гаммы, если не особо попадать в ноты, имеют одну и ту же, скажем так, мелодическую суть. Их обе можно описать, типа, ну там снизу вверх, тратататататата. Но в зависимости от того, по каким конкретно нотам мы трататайкаем, мы получаем очень разное настроение. Соответственно, мы можем играться, менять настроение мелодии и музыки. Любую мелодию берем, она же в любом случае лежит на какой-то гамме. В данном случае на минорной. И если этой мелодии будут еще аккомпанировать аккорды, тоже взятые из нот этой минорной гаммы, то мы ее настроение услышим более отчетливо, более развернуто. Так вот, берем эту мелодию, оставляем всю ее мелодическую суть. Все шаги вверх остаются шагами вверх, шаги вниз шагами вниз, все маленькие шаги маленькими, а большие большими, но заменяем все ноты по рецепту уже мажорной гаммы и получаем отчетливо, узнаваемо эту же мелодию, но с другим настроением. Опять же, берем аккорды из этой же мажорной гаммы, получаем... Естественно, вот эти две гаммы, минорная и мажорная, это не единственные две возможных комбинации семи нот, выбранных из двенадцати. Есть еще гаммы, которые соответствуют критериям, необходимым нашему слуху, чтобы восприниматься как вполне себе нормальная музыка. Это, например, лидийский лад, дарийский лад, фригийский и так далее. Они известны как лады, лады народной музыки, церковные лады. Правда, современный человек, я так думаю, что слышит в них мало церковного или народного, скорее для нас это сейчас киношные лады. Неподготовленному человеку отличать вот эти лады и гаммы одну от другой может быть проблематично, потому что, ну, как бы ноты и ноты. Но когда они используются в комплекте с другими аранжировочными и интерпретационными приемами, то тут любому будет понятно, какова сила этой всей истории. Например, вот дарийский лад. Такой минор, но обостренный, осветленный. Или фригийский лад. Это как минор, но наоборот, отемненный. Или миксолидийский. Он как мажор, но немножко обостренный, используемый в роке, в рок-н-ролле. Ну и так далее. Все эти гаммы звучат для нас достаточно нормально, потому что в них выполняются важные человеческие условия. Во-первых, шаги в них только полутоновые и тоновые. То есть соседний звук будет обязательно либо на соседней клавише, либо через одну. Шагов шире нет, они бы нарушили мелодическую простоту. Во-вторых, вот эти полутоновые шаги, где соседняя клавиша, они никогда не встречаются рядом. То есть не будет вот такой гаммы среди этих. Хроматизмов быть не должно. И во всех в них есть присутствует вот эта ступень квинта. Если мы отсчитываем отсюда, это восьмая из двенадцати, либо пятая ступень всех этих гамм. То есть вокруг нее может что угодно вытворяться, но она есть в мажоре, она есть в миноре, она есть в дарийском, она есть, как его там, в афригийском. То есть она очень важна. Когда дядя Саша будет выпуск про Абертона снимать, он вам обязательно, я думаю, эту штуку расскажет. Но, зная вот эти правила, как сделать нормально, мы можем, соответственно, осознанно сделать ненормально. Допустим, есть такая гамма. Двойной гармонический мажор или цыганский мажор, если не ошибаюсь. Простите, если что. В ней что мы видим? Здесь и здесь шаги шире, чем надо. И в ней полутоновые штуки между первой и второй промежуток, да, и между седьмой и первой порождают еще одно нарушение, скажем так, правила. И поэтому она звучит настолько сильно стилистически окрашена. Либо, допустим, взять салатоновую гамму. В ней вообще, во-первых, нет квинты, да и звуков в ней не семь, а шесть. И они все на тон. То есть она очень неустойчивая, непонятная, и, соответственно, звучит вообще нифига не радиохит. Перевод нормальной человеческой мелодии в целотон уже звучит, ну... Такое. Прогрессив. Или возьмем, допустим, рифф известный. Если мы подвинем в нем пару нот так, чтобы он стал соответствовать салатону, получим... Наверняка вам это напоминает как раз те группы, которые и используют вот эти вот странные звукоряды. В этой теме можно пойти дальше в какие-нибудь хроматические ходы, расстраивать фортепиано, сжигать фортепиано. Но в любом случае, пока у мелодии есть отчетливые очертания или тембры узнаваемые, мы все равно можем ее признать в любом хаосе. Ведь вы же сейчас наверняка поймете, что я играю. То, что мы сейчас делали, оно однозначно про смену звукоряда в музыке и отчасти про переворот ее отражения, когда мы делали из минора мажор и обратно. Но проблема в том, что в этой системе нет какого-то автоматического алгоритма, чтобы просто на калькуляторе нажать, и музыка взяла, отразилась, и все музыкально работало. То есть, да, эту мажорную мелодию я переделываю в минорную гамму, но для того, чтобы гармония работала, мне приходится включать аранжировщика, желательно опытного, для того, чтобы интерпретировать аккорды, которые могли бы быть, во что-то, что у вас прочтется, как ух ты, минорная елочка. Это ведь могло бы быть по-другому. Здесь масса есть способов. Это прикольно. Это хорошо, что мне все еще есть, куда применить себя как музыканта, но это не есть совершенная какая-то автоматическая система отражения. Пойдемте попробуем ее найти. Вот у нас гамма. Мажорная гамма от ноты до идет по белым клавишам, ну, в данном случае, по светло-серым. Если я поставлю вам задачу спеть зеркально от вот этой ноты, до, не вверх, да-да-да-да-да-да-да, а вниз, то почти все из вас, кто может спеть, споют от этой ноты, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот такое. Это будет называться диатоническим отражением. То есть все так же по белым клавишам, на которые нас запрограммировала вот эта гамма, мы просто идем в обратном направлении. В каком-то смысле эта мелодия сыгранная наоборот, но ее настроение однозначно осталось таким же мажорным. То есть изменилось только направление ее движения, а вайп не изменился, потому что мы остались в той же самой гамме. Путь, как от этого уйти, будет более математичный, сохранить вот эти вот шаги. То есть здесь у нас тон, значит здесь мы бахнем тон. Здесь у нас тоже тон, и здесь мы бахнем тон. Потом полтона, как видим, потом тон, 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 полтона. И получаем такое. Слушаем ее одну. Это у нас однозначно перестало быть мажором. Это другая гамма. Если посмотреть, то это... Это фригийский лад. Мелодии это мало. Вопрос в том, что станет с гармонией через вот такое отражение относительно оси первой ступени. Построим гармонию, которая подошла бы к нашей изначальной гамме. Простенькую. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Теперь точно так же относительно ноты до первой ступени тональности каждую из этих нот отразим на точно такое же расстояние. Теперь у нас, как первой восходящей обычной мелодии, соответствовали вот эти аккорды. Отраженные наши версии соответствуют аккорды такие. Можно перепрыгнуть в нужные октавы. Одно и другое. И мы видим, что у нас гармония получилась вообще в тональности фа минор. И вот эта вот гамма, которую мы сначала сочли до фригийским, это на самом деле фа натуральный минор. Это всё очень клёво, но странное получается отражение, которое из до мажора сделало нам фа минор. Что-то не так с осью отражения, хотя она в максимально логичном месте, на первой ступени тональности. Но получается, нам нужна была ось, которая нас из южного полюса перенесёт в северный полюс. А она перенесла нас из южного полюса куда-то в Гренландию. Это вроде бы типа того, но это не то, чего мы хотели. И нужную ось для автоматического перепрыгивания с южного полюса на северный Эрст Леви и нашёл. Хотя я так понимаю, что он искал не её, он был занят более глобальными вопросами. Он думал там, что было бы, если бы помимо абертонов, которые строятся от фундаментального тона вверх, существовали унтертона, и как бы это всё работало, и каким-то таким образом он взломал бытие и сущность вещей и набрёл на эту ось, которая оказалась не на какой-то конкретной ноте, а промеж конкретных нот. Говоря не очень научно по-пацански, вот у нас до и соль. Это мог бы быть до мажор, а мог бы быть до минор. И если мы представим, что это тональность, то это её края, и ось между минором и мажором расположена между ними. Делаем шаг навстречу, ещё шаг навстречу, ещё шаг навстречу, и как раз-таки между минорной терцией и мажорной терцией проходит ось, относительно которой мы можем отражать, и мы получим вместо этой, эту и наоборот. Эти будут взаимозаменяемы. Эти, эти, что удобно, они же у нас края. Эти, эти. Друг друга заменяют, дальше у нас уже зацикливаются одни и те же ноты. И интересным образом, такие же пары взаимозаменяемых нот мы получаем, если на квартоквинтовом круге проведём ось между до и соль, и мы получаем точно такую же замену. До превращается в соль, и обратно. Фа и Ре меняются местами Си бемоль и Ля, Ми бемоль и Ми бекар, Ля бемоль и Си, Ре бемоль и Соль бемоль. По этому алгоритму мы нашу мажорную гамму оборачиваем и получаем гамму до минор, сыгранную наоборот. И что важнее, аккорды, которые у нас аккомпанировали гамме, обращенные по такому алгоритму, превращаются в такие. Это аккорды и тональности до минор, и вместо движения, которое у нас было тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, мы получили в минорной тональности тоника, доминанта, субдоминанта, тоника. То есть здесь тоже произошёл правильный переворот к верх ногами. Если поглубже вникнуть в то, как работают вот эти новые аккорды, полученные при помощи негативного обращения, там удивительные штуковины, сохраняются всё время функциональные тяготения, такие же, как были только наоборот. Вводные тона, их близость такая же, только с обратной стороны. Это завораживающая штуковина. Это не просто минорчик на мажорчик поменяли. Это действительно изнанка песни. Поэтому, наверное, каверы настолько завораживающе звучат, потому что это прям максимально похоже на оригинал и максимально не похоже на него. Клёво. Но вся эта удивительная математическая феерия хоть безусловно разжигает во мне огонь благоговения и желание прославлять Господа и математику, но по итогу оно не даёт ни одной ноты новой, ни одного нового аккорда, которых прежде у меня уже не было под руками и которым не было более простого объяснения, чем через негативную гармонию. Единственное, что абсолютно эксклюзивно для негативной гармонии, что можно сделать только при помощи неё, это негативные каверы песен, которые дают ни с чем не сравнимые ощущения, но если я вот не собираюсь в своей жизни делать негативные каверы, то получается, что она для меня всего лишь ещё один взгляд классный на штуки, который и так есть. То есть вот раньше я ничего не знал про негативную гармонию, сидел себе, играл до мажор, а потом такой оба-на, фа минор сыграл красиво и обратно. И я мог так сделать, потому что случайно нажал на фа минор, мне понравилось, я запомнил, теперь применяю. Мог так сделать, потому что в какой-то песне услышал красиво, подобрал, взял себе на вооружение, теперь применяю. Мог так сделать, потому что насмотрелся видосов про заимствование аккордов и понял, что я в тональность до мажор могу вставить любой аккорд из тональности до минор, и вот я нашёл его, понравилось и теперь применяю. А теперь я могу на этот аккорд смотреть ещё с точки зрения негативной гармонии, что он как-то объясним и работает здорово. Я могу увидеть в негативной гармонии, что в тональности до мажор, уход в ре мажор, тяготение от него обратно, они негативны относительно того, как работает в до миноре си бемоль минор и туда. То есть я знаю, как это объясняется с точки зрения негативной гармонии, могу играть и искать в себе ощущение, как оно соотносится с вот этой вот, ну, отчасти неопровержимой математичной правдой. И это всё очень клёво, это может меня вдохновить, но как красота в глазах смотрящего, так в данном случае вдохновение во вдохе вдохновлённого. Вы, конечно, можете пропереться от негативной гармонии и к чему-то она вас побудит, но вы можете и на снежинку под микроскопом посмотреть и тоже столкнуться там с красотой и закономерностью форум вселенной, кайфануть и тоже что-то создать. Ни в коем случае не отговариваю вас вникать в негативную гармонию, но, на мой взгляд, она своего кипиша не стоит. А видео, которое вы сейчас у меня посмотрели, является частью большого видео про физику, звука, физику музыки, который Саша Пушной выпустил у себя же на канале, сегодня же в описании ссылка, проходите, смотрите. Спасибо вам за просмотр, любите музыку или топайте лесом, увидимся в следующих видео, пока!